В 2004 году стало очевидным. Запас прочности, накопленный за 5 лет динамичного развития экономики и социальных сфер в России и Петербурге, позволили быстро и вперед на стабильность игрового экономического кризиса. И в первую очередь, это коснулось выполнение национальных районов области здравоохранения, образования, жилищной политики, состатические программы дедикации и теплоснабжения. Безозвратно уходят в прошлое обыкновение котельной. В рамках договора о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и «Газпромом» построено 56 новых цехоисточников, заменено более 300 разных сетей. Некоторые разведенные объекты в области реконструкции системы теплоснабжения уникальны и нам не только в городском районе, но и в Петербурге. Проектирование новой котельной из строительства по адресу улицы Инструментальщиков, дом 8, Литера, началось в мае 2008 года. А весь цикл строительства самого здания и установки оборудования вместе с реконструкцией и подключением к теплосетям районов было выполнено меньше, чем заново. А это очень высокий темп для реализации такого проекта. Новый объект теплоэнергетики полностью заменил старую котельную, которая находилась в эксплуатации 1980 года. Это автоматизированная газовая котельная первой категории надежности. В ней установлено новейшее топительное оборудование. Симфодогрение газовых котлов финского производства мощностью 15 мегаватт каши. В основе ее обслуживания теперь находятся 120 потребителей. 61 административное здание, 49 жилых домов, 2 больницы, здание УВД, 4 детских сада и 3 школы. Также в этом проекте немаловажны еще и экологические факторы, обусловленные минимальным выбросом вредных веществ и продуктов сгорания. Благодаря вот этой комплексной реконструкции мы не только получили надежное тепло в домах, вот эти новые современные котельные с самым современным оборудованием. Мы серьезно улучшили экологию нашей главной сравницы Санкт-Петербурга. Вот это прошлое курортного района, а это его настоящее будущее. И я рада, что все мы вместе приблизили это будущее. И, конечно, самый главный и самый важный уклад – это компания «Газпром». Василий Васильевич, спасибо Вам огромное. Низкий погод. Это уникальный объект, поскольку этим объектом мы венчаем завершение программы в курортном районе. Строительство новых котельных и хитей повлекло за собой домино внутридумовых коммуникаций в зону реконструкции. Два года подряд городской правительство выделяет по 100 миллионов рублей на замену в жалоб труб на новые пластиковые. Некоторые вопросы реконструкции системы теплоснабжения приходится решать в колесах. В Сестровеске, где вода имеет повышенное содержание железа, ее нагревание приводит к окрашиванию в желтый цвет. По инициативе главы района Виктора Кузьмича Борисова, Петербург Теплоэнерго ищет инженерное решение. Одним из таких решений стала установка магнитных фильтров на узлах свода. Курортный район традиционно нанимает высокие места в городских конкурсах по кругу строительства. И в этом году второе место в Кузьминском районе, готовившемся в мире с трехсотлетия, говорит само на себя. Достижение в улучшении городской среды, результат совместной работы администрации района, органов местного управления, предприятий и, что особенно приятно, простых жителей наших городов и панциологов. Объезд, представленный в городской конкурсе от муниципального образования от поселка Комарова, признан лучшей дворовой территорией и депутатом Санкт-Петербурга. Городской штаб благоустройства присудил первое место в работе веленителей в сфере 38-го квартала города Сестровецка. Территория у храма иконы Казанской Божьей Матери была удостоена второго места. Как наиболее комфортные и привлекательные отмечены спортивные и культурные объекты, а также предприятия потребительского рынка. Первые места присуждены в строительстве в подшколе, в школе искусств Звейногорске, в ресторанном комплексе Рыбонадач. В 2009 году в 35-летии отметил первый в России Центр реабилитации и восстановительного лечения в цирковой больнице. Юбилей Центр отметил появление новейшего оборудования в диагностическом центре, водопрятой лечебнице, кабинетах, палатах. Компьютерного томографа последнего поколения, установки для ударно-волновой терапии, позволяющей безоперационно преодолевать последствия инфарктов и инсультов. Прибором Локомат-Про, где заново учатся ходить, внедрением новейших методик реабилитации, применением космических технологий. В конце 2009 года в 40-м больнице были успешно проведены первые в нашем районе операции по шансированию сосудов средств. Все это позволяет говорить об уникальных масштабах России в Центре установительном лечении и реабилитации. В каждом из городских районов Санкт-Петербурга открылся Центр здоровья. Кроме района располагается Зеленогорске, на улице Красных Коммуниров. Высокопастные специалисты здесь будут заниматься в первую очередь в профилактике заболеваний. В советское время в нашей стране была создана уникальная в мировом масштабе школа сохранения здоровья на Санкт-Петербурге. Пришло время вспомнить и наработать организацию здравоохранения советского периода и внедрить их в жизнь на основе новейшего оборудования и методик. Не случайно именно в 69-й поликлинике открылся современный астрономологический кабинет со свободным электронным оборудованием. Конечно, далеко не все вопросы развития материально-технической базы учреждений здравоохранения удалось решить. На 2060-й год запланирована реконструкция пульмонологического и второго терапевтического корпуса городской больницы номер 40 в городе Сестровейске. Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга Экономический кредит серьезным образом коснулся предприятий потребительского рынка, одного из главных сестров экономики полотного района. С начала 2009 года социальность для населения полотного района обратилась на 60% соискателей больше, чем в предыдущем году. После начала действия мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, общественных работ, временного трудоустройства и стажировки выпускников, ситуация стала меняться в лучшем сторону.